Вот я Юночку принес, да? Здоровье, ребенок, а я ребенок. И что? Что там плохого? Ничего, пока он не хочет. Коль, плечничаю. Нормально. Плечничаю. Ну, так он же сегодня аж тульсит. Скорость ему же не надо. Ну, так уже прошло 20 минут. Хороший купаться, я еще чай могу навевать. А ты называешь купанием в Аполлонке? Да, да, да. Вот расскажите, что вы думаете по поводу того, как ваш сын сделал методику купания в Аполлонке? Ну, по-перше, то, что он сделал, без всякой методики. По-друге, то, что я увидел, я ужаснулся. Это моя дитина, что она вытворяется? Вот я возле Яниса, сяду сейчас. Давай. Чтобы показать всем молодым. Говорит, самый старый. Сказал. Всем привет. Все вы меня знаете. Я Николай Феник, который пару дней назад появилось в соцсетях. Видео, также на ютубе, как я показываю всей молодежи, да, как надо правильно окунаться в воду. Ну, всем это видео понравилось, кроме моего отца. Тем не менее. Так вот, я бы хотел задать пару вопросов дяди Саше. Дядь Саше, скажите, сколько вы километров за всю жизнь пробежали? Ну, более 100 тысяч километров уже. То есть, более 100 тысяч. Ну, а за месяц вы сколько пробегаете? Ну, Коль, я же говорил, в этом году я пробежал меньше. В прошлом году я 3700 с лишним пробежал километров. В этом году немного меньше. Но все равно у меня в среднем получается 200, 250, 300 километров в месяц. Ну, вот считайте, больше 3000. Вот пробегаю, Коля. А я тебя поддерживаю в твоем купании. Я тоже, ну, лет 12 купался, Таня. Я тоже был моржом. Вот однажды на Колин день рождения. Коля, ты помнишь это событие? Мы все, включая папу, Колина, Сергея. Помнишь, как ты с моей легкой руки пошел купаться? А, чтобы мне был выбор. Да, да, да. Таня, значит, ситуация такая была. Мы прибегаем к нам в город Комсомольск. Вот, на Колин день рождения. Коля была такая дата красивая тогда, да, Коля? Юбилей, да, Коля? Не помнишь? Сейчас скажу. Тебе 30 лет. Правильно, да? Таня, и я говорю Сергею, Таня, Таня. Я говорю, Сережа, так, Сережа, сейчас все купаемся. Он на меня так посмотрел. Да? Я говорю, да. А выбор ездили? Выбора нет. И мы прибежали. Ну, тогда был не очень, тогда морозов таких не было. Пробок было, да? Пробок было. Ну, вот, и мы все дружно окунулись. Сережа, в том числе, неподготовленный, как бы условно, человек, но Сережа и так закаленный. Вот мы сейчас можем пойти искупаться. Правильно? Колю я поддерживаю. Его начинка. Тебе не по коридной методике покупали? Нет. Значит, а методика, Коля, методика следующая. Вот. Для оптимальной. Раздеваешься. Вот так. Ну, и не торопясь, и немедленно. Заходишь в воду. Раз, два, три. Заходишь по грудь. Окунаешься, ну, для ощущений. Три раза с головой, разворачиваешься и выходишь из проруби назад. Это занимает 30, 35, 40 секунд. Ну, это ощущение великолепное. Ты так примерно делаешь? Ну, я почти так же сделаю. Я вам сейчас покажу это видео, да. Вам очень понравится. Таня, Коля просто молодец. Я не сомневаюсь. Таня, мы с ним соревнуемся, кстати, в отжимании от пола. Вот. О, давайте сейчас устроим. Опа, да. Ну, я всегда побежал. Так вот, и последний. Да, я хотел задать дяде Саше. Вот вы недавно вернулись со финского марафона. Ну, марафон, это для тех, кто не знает. Дистанция 42 километра и 195 метров, которые надо пробежать. Мало кто вообще может это сделать. Так вот, поделитесь впечатлениями. Двух словами. Замечательные впечатления. Во-первых, когда меня спросили в этот раз, какое место я занял. Директор наш училища сейчас спросил. Я говорю, Василий Михайлович, 9 тысяч, по-моему, там 526 место, что ли, я занял. А Василий Михайлович сразу не нашелся и говорит, в первой десятке. Я говорю, Василий Михайлович, спасибо. Ну, я хочу сказать, что участвовало 18 тысяч. То есть, я даже со своим скромным результатом еще 9 тысяч, почти 9 тысяч. Оказалось, сзади меня. Ну, не в этом дело. Коля, я так, ну, отдельные моменты, я простудился как-то. И когда вышел на старт, то, ну, чувствовал себя не очень-то хорошо. Ну, мысли даже в голове не было, что... Когда я начал бежать, у меня даже мысли не было в голове, что я могу не финишировать. Поэтому для меня задача была одна – финишировать. А когда на 35-м километре на станции метро меня с планшета встретил брат и начал кричать и поддерживать, я был уверен, что я доберусь до финиша. Коля, ну, ощущение, конечно, здорово. Ну, может, и не надо говорить. Говорите. Говорите, да. Даже вот такое, как аж слезы подкатывать, что ты что-то такое важное в жизни сделал. Хотя сегодня ребята спрашивали за результаты. Я говорю, Сергею, Сережа, результат скромный. Ну, не в этом дело. Дело в том, что когда ты себя пробуешь, бывают такие ощущения, что ты 20 не можешь добежать. Да, Сережа? Так бывает, правда? Так что я доволен, Коля, самой атмосферой, обстановкой. Ну, вообще, Афины, гостеприимные, видели мою улыбочку и кричали «Украина! Украина! Украина! Везде привет! Везде!» А здесь же, а на номере он Александр. И я так быстро бежал, что они успевали прочитать Александра. Поэтому кричали «Александр! Браво!» Да, как я сегодня, да? Ну, тысячи людей. А на финише, мы финишировали, тут еще и схемка марафона есть. Тань, может, она, конечно… Вот это называется… А, у меня же еще в сумке две медали замечательные. Коля, неси. Нет, серьезно. Я же… Кроме того, что я побывал на марафоне в этом году, Таня, третий год подряд. Ага. В этом году первый раз я побывал в музее марафона, в городе Марафон. И привез оттуда уникальную медаль. Вот эти медали. Вот такой момент, как бы захотелось себя… У меня были попытки еще и в институте. Я так несколько раз пытался… Ну, не пытался. Опять же, играл в футбол и пробежки делал. Но нерегулярно. А потом уже дома, в Комсомольске… Ну, начал бегать. С сентября 1985 года, регулярно. Вот 31 год в этом году отметил бегать. И чем больше бегал, тем больше хотелось покорять новые вершины, что ли, брать. Как бы для себя. Для себя. Не для того, чтобы кому-то что-то рассказать, что вот я там… И так далее. А вот, как я уже говорил… А вот могу я там 20 пробежать? Смог? А 30? Смог? А марафон? Марафон такой был, как какая-то определенная черта… Да, черта вот какая-то, которая… И в 1988 году я… Ну, через три года тренировок пробежал пять марафонов. Я считаю… Вот там считают кто официально, неофициально. Я считаю все пять. Потому что я их пробежал. Правда, из них три на тренировке и две официальные. Два официальных. Это был первый мой официальный марафон в Бресте. Вот. А потом в Москве. Вот. Вот это таких два марафона. А потом, как завертелось, закружилось. И в 1992 году мы с Иваном Хмараком впервые поехали на 100 км в Одессу. Пробежали стоки. О-о-о, круто. Саша, ты скажешь, с Иваном Хмараком? Да. И сегодня… Сегодня. Вот, Сережа, 8 лет назад, в этот день, ну, для нас… Как бы предпраздничный. Но, с другой стороны, мы сегодня вспоминаем Ивана Хмарака, нашего друга. Он 8 лет назад, 29 декабря, умер. И мы… Вот, Сережа… Сначала проводили новогодний пробег. Сережа назвал его. И мы собирались. А потом… Ну, как бы, называем теперь еще и память о Ване. Вот. Ну, Ваня был просто фанат марафонского бега. Ваня был фанат жизни. И мы о нем помним. И это, ну, как сказать, это не то, что он в эти дни умер. Мы его постоянно вспоминаем, что он наш, как… Сердце нашей вот такой дружной компании был. Мы его так вспоминаем постоянно. Вот. Я, кстати, привез в 94-м году. Коля, сходи, возьми в моей сумке пакет. Он написал «Ода бега», называется, которую посвятил моему дню рождения. Вот. Там… Таня, так вот. В этом году я высчитал еще… Вот у меня… Смотрите. Вот как я могу не бегать? В этом году у меня номер 11626. А в прошлом году, Славик, был 11717. А в позапрошлом году был 95-59. Таня, а знаете, что я бегаю? Чего? Вот это я хочу узнать. Смотрите. Вот рассказываю. 12 сентября 490-го года до нашей эры. Под Афинами, в местечке… Тогда такой… Ну, даже городком не назывался. Там гора-марафон. Ну, теперь он город-марафон называется. Состоялась битва между перцами и греками. Ну, они ж не знали, что через 2442 года я… Ну, родился. Рожусь. Рожусь, да. Рожусь, да. Я родился, Таня, через 2442 года после этой битвы. Ты хочешь сказать, что это… Это было… 2-4-4-2. Да. Да, да, да. Вот, смотрите. Я это называю магией цифр. Ну, а я очень сам. Да? Правда? Вот смотрите. Ну, вот как можно не бегать марафон или как можно добежать в Афинах марафон, если у тебя даже на это нет сил. Ну, приходится добегать. Ну, ладно. Что касается… Вот увлечения, что ли. Просто увлечение потом как переросло, как и Ваня это называл особенное. Это образ жизни просто. Вот действительно. С этого все складывается. На этом тоже как бы все строится. И ты успеваешь больше, когда бегаешь. И ладится у тебя все более сконцентрировано. То есть, ну, вот жизнь так складывается. Поэтому, ну, мне вот так бег лично. Вот. Пока не собираюсь, слава Богу, бросать. Бегаю сейчас медленно. Вот. Медленнее, чем раньше. Ну, ничего. А можете смотивировать молодых людей, чтобы они этим занимались? Мотивировать молодых людей? Ну, вот Коля с нами бегает молодец. Он увлекается еще и боксом. Мотивировать сейчас, конечно… Ну, сложно. Потому что бег – это с другой стороны работа постоянно. Ну, я это назову работой над собой. Вот. Но с другой стороны бег мы вкладываем. Вот Ваня еще написал такую, где-то песня присутствует. «70 тонн». Вот. Мы с ним пробежали по 70 тысяч километров. Из этих 70 тысяч километров по 70 тонн пота пролили. Вот. Поэтому, Таня, это еще и работа. К тому же. Ну, вот. И Славик бегает, и Коля. Марафоны преодолевали. Мы преодолевали. Это вот. Это вот такая огромная работа. Поэтому. Я вот. И давал интервью в наших горечных плавнях. Вот. Так вот рассказывал. Вот. У меня есть, ну, как бы, мои личные рекорды. Вот. В мае 93-го года я пробежал 640 километров за месяц. Ага. То есть, в это время же я работал. Я был начальником цеха в то время. И работа тяжелая была. Я вставал в 5 утра и так далее и тому подобное. То есть, вот это все совмещалось как-то. Потом мы с Ваней, ну как, мы не соревновались. Но вот у каждого была какая-то цель. Вот. Я два раза в своей жизни пробегал более 5000 километров за год. 5255 и 5525 километров пробегал за год. То есть, нужно представить, сколько это. А сколько Вам лет, если не секрет? 64. 64 года. 12 сентября. И опять же, магия чисел, если приплюсовать, будет десятка. Хорошо. Ну хорошо, расскажите, чем славитесь именно Вы? Как давно Вы в спорте? Почему Вам это нравится? И почему именно бег, а не какие-то виды другие? Мы славимся тем, что мы живем. Это самое главное, чем можем славиться. Правильно? Да. Вот, до речи, нам сейчас, если подбавить подземки року отсюда, в 16-й, а в 17-й році, 9-го травня, мы с вами будем изначать ревно 30 лет, как мы друг друга знаем. Ого! 15 лет подряд, без единого пропуска. Традиционно, в 2 субота, квитня, мы собираемся, так как сегодня, таким коллективом, ранее больше, несколько меньше, где-то больше, где-то 15 человек. Четыре плановых пробега. Вот, да. И чем знаменитый у нас святое открытие сезона? Колись Коляша был маленький, и тут написал на сцене «Свято белых носков». А почему белых носков? А то и плакат залишимся. Залишимся, да. А вот Сережа придумал, всем, кто приходил на этот пробег. Всем, кто бегает, все получают подарок. Белые носки? Пару белых носочков. То есть называется, что белых носочков, теперь целый сезон можно бегать. Альтернатива белых носков. Таня, так что 8 апреля 2017 года у вас есть возможность побежать, заработать носки, заработать носки и продолжить спортивную поддержку. И побачить залицедейство, как вручаются носки после финиша, сюда чайок пойти, и получать подарок носки. Так все-таки, когда вы задумывались над тем, что пора бежать, как вы к этому пришли, что вам хочется бегать, хочется бежать в марафоны? Вот. Как давно вы занимаетесь этим? Чем этим? Да. Как давно вы занимаетесь бегом? Спрашивается молодца. Сколько, может, и не живут? Я же сказал, Санючук, я тебе помог рассказать, я должен пометать, так и так отдам и отдам. Сколько швиденьков у нас час? У нас уже обмежено. Коли, Санючук, проводилась Московская Олимпиада, реклама была страшная. И, как я сказал, что твой отец еще ходил в школу. И, как раз, он вмикает телевизор, и бегают какие-то дети. Ну, показывают, как раз, дистанцию марафона. Я не знаю, чего, я ужаснулся и думаю, сколько же бежать? 42 км, хаба это возможно? И когда я посмотрел, что они финишуют, я себе сказал, а я что? Гирше или что? И вот я поставил, и не просто пробегте марафон, а именно по этой трасе по московскому марафону я буду пробегать. Это был 1980 год, а в 1989 году я впервые пробег в москве марафон. Добрый день. Теперь расскажи, сколько ты километров пробегаешь за месяц? Приблизно. За месяц? Ну, это зависит от каких-то сезонов. Это осенью-литно-весняный период, это в районе 200, а если в зиму, то достаточно. Ну и остальное вопрос. Сколько ты километров пробег за все своё життя? За все життя, можно чётко сказать, 27825 километра сегодня. Ну и от меня вопрос. Почему бег? Почему не поди-билдинг? Я уже сказал, что почему. По-перше, марафон пробег не очень легко, а это стимулирует, что я на что-то задатен, как физически, как человек, как человек. И сам процесс тренировки, конечно, стимул для того, чтобы всегда быть в форме. Потому что у нас, как правило, если только рихи начинаются, когда весна, мы обязательно берём участь на певмарафон. А это чудово, когда ты бежишь, вокруг тебя бежать люди. Мы иногда радуем, особенно когда финишуем. Даже Саша довольно любит. Я помню, как мы в 2009 году били до Переасла в Мальницькому, и Саша бил очень важный марафон, а мы уже ждём на финише, и Саня час такой красивый. 3 на финише, 3,58 с копейками, а Саня осталось 1,50 м. Саня, давай, давай! Прошёл 4 часа в час, и Саня, раз, и финишуешь, и красивый. 3,59,59. Шигарно. Это же как раз по числам. Всё, 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 всё. Саня придёт такие задовольные, когда, ребята, вы, не вы, я бы так бы на финише. Такая древнечка. А что в пакетике? В пакетике, 30-ти нагороди, которые за все в его мраморку собираются замерзать. Ого! Это каждая медаль, она имеет свою историю. Что вы думаете, это они просто панци. Это настоящие. Это настоящие медали. На разных стартах, разные места, первые, вторые, третьи, медали марафонские, медали на пиле марафонские, очень разные. Ну, можно будет потом на металлолом сдать и заработать денег. Нет, 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 нет. Это память на всю жизнь. Это мой сын. А сын свои збирает медали. О, да? Это Коли? Это все мои медали. Ага. Но пока не так густо. Да, пока не так густо, но будет еще больше. Так вот, сыночок, если ты не помнишь, 16 березня, 17-го года мы будем обозначать 10 лет, как ты стартовал первый побег. 10 лет? Да. Да. Они могут даже на третий этаж подняться, они хэкают, как будто бы они реально марафон пробежали. Так вот, только что я брал в интервью Александра Браглева. Он в свои 64 года недавно вернулся за финского марафона, да. За всю жизнь пробежал более 100 тысяч километров, да, и в месяц пробегает от 200 километров в месяц. Это очень похвально для человека в таком возрасте. Ну и также я брал интервью своего отца, который с 16 лет начал заниматься бегом, и бегает по сегодняшний день. За всю жизнь он пробежал 32 марафона, да. А ты сидишь вот на диване в свои 20 лет, пьешь пиво и мечтаешь о чем-то хорошем, о какой-то красивой жизни. Хочешь стать накачанным, красивым, да. А потом ты удивляешься, а почему же я вот такой, я же такой хороший, там, меня никто не любит, у меня и все не получается, я неудачник, да, потому что ты не хочешь действовать. Если ты хочешь чего-то достигнуть в своей жизни, иди и делай. Вот, люди показали, что можно стать великим спортсменом, да, за всю жизнь, и продолжать заниматься этим всю жизнь. И не ищет доводки на то, что, ой, то у меня нет времени, да, да, может мне чуть потом начать, да. Да, ну, сегодня вот, да, я не хочу с утра вставать, мне хочется поспать, там, погода не та. Мне все же или жарко, или холодно, или еще какие-то сто причин, там, снег, дождь, гололед. Кто-то придумает, что камни с неба падают. Это все отговорки. А на самом деле, да, ты просто лентяй, ты не хочешь поработать над собой, ты не можешь найти силы изменить себя. Тебе намного легче сидеть на диване перед телевизором, или за компьютером, и жаловаться на жизнь, но ты не можешь действовать. Ты настоящий финишур. Финишур, да. Так вот, я хочу сказать, в жизни можно достигнуть всего. Хочешь пробежать марафон, ты пробежишь этот марафон. Хочешь накачаться, ты накачаешься. Хочешь стать великим танцором или актером, ты станешь этим. Хочешь стать профессиональным бойцом, ты обязательно станешь. Надо только просто очень захотеть. Ты должен хотеть этого так, как ты хочешь дышать прямо сейчас. Вот так. Настолько ты этого должен захотеть. И тогда ты достигнешь всего. Тебе респект. Давай пять. Еее, вообще четкий. Я думаю, он заслужит аплодисменты. Давайте им похлопаем все дружненько. У-у-у-у. Коля красавчик вообще. Если я так и больше не доверяю, то она никак не будет стимулировать людей. Люди злягаются. Это дядька сейчас, меня все выходят, и сейчас попадут на дистанцию, и это бьет наше. Это дядька, давай не думай. Та за дядька ты знигаешь. А у меня перседес есть. Наши бьет. Дело отца критиковать. Не критиковать, а стимулировать. Да. Еще два с половиной километра пробежать. Ну, я когда-то участвовал в эстафейке, поэтому я просто сошел. Если вам понравилось, я тут еще здесь каждый день начал проходить плавать. Ну, вот я выступаюсь по сегодняшний день.